В 1926 году, не было 14 лет, я сказал, его отец был жаней генералом, он в этот момент был губернатором Ириванской губернии. И он, Александр Иванович, отец Нини, значит, во время отпуска, приезжая из Иривана, придя в себе в дом, видит, что он, криво, гостит у них. А он начал спрашивать у своей жени, значит, у матери Нини, ее звали Салуме, Салуме, что делает этот благородный творение у нас дома? Мы часто гостит что-то, но она Салуме, как любимая мать, начала оправдывать свою дочь, начала говорить, учить наших детей, разговаривать на французском. Он знал, Александр, что он владеет многими языками, поверил. Едет в Ириван, проходит время, приезжает, приходит в свой дом, открывает двери своего дворца, и что видит? За столом, привезут, чай бьет. Опять спрашивает, она отвечает, учить наших детей, играть на фортепиано. Но в конце концов, он, Александр, понял и разобрался в том, что дочка нехладнокровна к этому русскому дворянину, и он с помощью своих больших связей, висших жилюных Российской империи, он захотел ему помочь. И он, Александр Чавадзе, со своим другом, с генералом передмаршалом, графом Паскевичем Ириванским, они вдвоем составили рододайство и отправили тогдашему императору Россию Николаю I, чтобы его назначили по своему русскому Тегеряну. Когда был получен этот приказ хорошему, они обмечались. Это 22 августа 1828 года, и не было 16 лет. Подойдите сюда. Видите, там написано «Нинга Грибедова». Она приняла фамилию мужа, началась фамилией Грибедова. Они прожили вместе, как муж и жена, чуть больше четырех месяцев. Она стала, о вас все будет сказано. Они прожили вместе, как муж и жена, чуть больше четырех месяцев. Она стала беременной, и они, дарим, поехали в Персию на службу. Но она, как беременная женщина, по дороге начала капризничать. Он продолжил свою дорогу, и он приезжает в Тигран. Вы еще не устали от меня?